друзья привет ну что сегодня нас очередные бюджетки доступный short course вот в таком вот небольшом масштабе это jj rc q130 продается в двух разных версиях коллекторная и бесколлекторная у меня естественно бесколлекторная версия скорости бешеной обещать до 70 км в час ну что же посмотрим но я сомневаюсь зайдите кстати говоря на banggood где он продается в описании как описана коллекторная версия какой-то там мотор щетка издания 390 с горячей мойкой реально смешно но про бесколлекторную версию нормально написано то есть там все четко и и они уважают и так комплекте у нас имеется инструкция отвертка баллонник металлическим между прочим пульт управления наидешевейший вообще а колесико мягенькая и есть небольшие триммеры это триммер руля и двойные расходы руля соответственно реверс тоже руля кнопка on off и есть третий канал вот это подозреваю что high middle low это двойные расходы газа но посмотрим вот такое вот юсб зарядное устройство для аккумулятора даже запасной передний бампер ничего себе и сам бешеный short course rapid посмотрите кстати говоря там разные цвета есть так что заходите смотрите и это касается не только версии данной цвета можно выбрать вот я взял естественно в оранжевом цвете класс а еще смотрите запас очка имеется давайте быстренько такого разглядим значит на светодиоды должны быть здесь он установлены светодиоды здесь включим посмотрим что у нас по копийности сзади вот такие вот типы псевдо вентиляторы запаски они реально настоящие по моему можно прям поменять и вили бар сзади да я проверил он реально четко прям до касается до земли если тачка будет на дыбах то не будет чистить чертить вот этой задней частью бампера а будет как раз ехать на этих колесиках а кстати да с амортизаторами здесь беда это просто какие-то пружинки ничего не залито сто процентов замена нужна если хотите на ней долго рассекать и получать удовольствие корпус выглядит вот так вот изнутри но как видите я и говорил есть вот эти две люстры разъемы втыкаются в регулятор скорости аккумулятор в комплекте литий-ионный 74 вольта на 1500 миллиампер часов с одной стороны у нас устанавливается аккумулятор плюс установлен сервопривод а с другой стороны идет регулятор скорости которые два в одном то есть это регулятор скорости и приемник и мотор моя версия бесколлекторная это мотор 2840 4000 оборотов на вольт автомобиль практически полностью пластиковые но некоторые детали все-таки присутствуют металлические привода идут металлические у нас естественно полный привод 4 на 4 и внутри в дифференциалах тоже металл чтобы все это дело выдержать помимо всего прочего тачка полностью на подшипниках а что касается резины она достаточно жесткая внутри поролоновых вставок мне кажется нету хотя непонятный момент но жестковато протектор достаточно высокий зацеп я думаю будет бабочки стойки корпуса тоже пластиковые как и амортизаторы но и как я говорил они ничем не залиты скорее всего их здесь залить и невозможно там наверное нет никаких резиновых колец поэтому лучше поменять на что-то нормальное ну и вот что касается подсветки смотрите здесь какая-то красная зачем красную делать спереди не знаю и верхняя люстра идет белая все правильно корпус находится еще в защитной пленке а так что ее снимать нужно но я погоняю в ней так больше сохранится и что касается значит этого переключателя how high low middle это как раз есть двойные расходы газа так что если что можно убавить расходы и дать кому-то погонять третий канал отвечает у нас за светодиоды разное моргание можно включать можно вообще выключить прикольно ну да неплохо интересно ну что погнали катать и смотреть начнем я думаю с замера максимальной скорости сейчас заряжу gps-метр разрядился полностью и забыл батарейки поставить в аппаратуру но у меня сюда с собой есть а поставим качественной хорошей батарейки вот такие от российской компании фотон потому что ставить туда что-то ненадежное не стоит мало ли файл сейва никакого нет и уедет куда-нибудь туда далеко так немного неудобно спорт день а вот и наша аппаратура а почему фотон да потому что они сочетают себе цена-качество посмотришь на аналоги на их стоимость и понимаешь что смысла переплачивать никакого абсолютно нет шорт сам по себе дешевенький но поставим сюда мощную серию фотон x его скромненькой аппаратуре нужно всего лишь три батарейки обычно сюда 4 но здесь можно немного даже сэкономить вот так поставил и забыл надолго поэтому при выборе батареек в аппаратуру или в любые другие электронные устройства у меня вопросов не возникает и чтобы у вас они тоже не возникали ссылки на батарейки фотон я ставлю внизу под роликом где их выгодно купить сам давно пользуюсь батарейками фотон и поэтому рекомендую вам так что заходить под видео и делайте правильный выбор ну давайте уже замерим максималку данного шорта итак расходы на максимум ух давай они не так и быстро как хотелось бы слушать я думал будет менее стабильно но оказалось что по прямой идет стабильно вот так вот смешно прыгать что же будет сейчас на кочках ухты резина настолько жесткая что даже это ой не перевернулся при резком повороте итак смотрим 45 километров в час вот 45 а сколько там обещали то я вначале видео сказал не помню 70 что ли до 45 значит это были максимальные расходы смотрите расходы газа убавляем на лоу вот это лоу то есть это минимальная скорость который вы можете дать кому-нибудь порулить данным автомобилем повидали смотрите смотрите еще раз показываю смотрите хопа даже не переворачивается вот так вот дальше мидл это средние расходы газа ну такое уже поувереннее мчит до чувствуется раз раз это если кто-то научился уже управлять вот пожалуйста ну и дальше соответственно хай хай спит ухты ничего себе я даже в шоке был это как так-то вы видели вилле бард здесь не просто так смотрим ах ты сейчас не получилось знаете у него плавный старт настроен назад откатик и вперед нет как ждет настройки регулятора здесь вряд ли меняются давай мы тебя еще раз откатик и вперед вот обалдеть поставить сюда другой регулятор скорости с мощным быстрым стартом и будет вообще ой 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 прям в ногу кстати говоря не больно даже нормально проверил а ничего такой у него мягенький здесь получать смотрите защита корпуса идет спереди и она же чуть-чуть амортизирует до переднего бампера ну что же not bad кстати светодиоды имеются еще и сзади красные там все правильно в отличие от передних ну вообще я не понимаю почему они сэкономили и поставили сюда амортизаторы такие ну ведь поставьте вы нормальные амортизаторы вообще бы уже было бы в стоке намного лучше а так надо вкладывать вот это да ну смотрите резина жесткая то есть по асфальту можно гонять и в принципе не париться сотрется она не скоро так что в принципе для этого подходит может не супер сейчас будет подходить для бездорожья так проверим но по асфальту норм погонять даже не переворачивать я говорю я пытаюсь его тут на максималке в поворот войти но ему хоть быхны вообще просто зверь дорога выбираете купить коллекторную систему или bk друзья естественно bk чтоб вот так вот отрываться вы видели видели я научился я научился нет не до конца научился вот оно пошло еще попытка давай вот-вот-вот-вот а весело слушайте весело реально и здесь у нас двух баночный липо ну и литий-ионный аккумулятор мотор вряд ли поддержит 3s как-то регуль поменял на 3s и вперед но не факт но лучше не рисковать тачка может не выдержать хочу конечно некрасиво что не говори но ничего не поделаешь пронесемся по прямой достаточно стабильненько идет кстати говоря вот когда в лесу гоняешь конечно светодиоды класс даже днем в тени их видно полностью от них не требуешь какого-то супер освещения там вечером да вот днем с ними и веселее тачку лучше видно хотя она сама по себе как бы не темная в любом случае светлая поворачивание здесь проблема когда передок начинает скакать то поворачивать долго вот если как бы не скачет а нормально расходы руля на максимум напомню их можно убавить прибавить также как и газ ухты но надо бахту уже не погонять да здесь зацепа такого не как назвать и поэтому только вот так системы автопереворота нету вспомним что такое зацеп я вам сверху покажу чтобы выглядело более наглядно как этот автомобиль смотрится выбирая тачку снизу или посмотрите рекламные ролики от производителя все не то а вот сейчас четко видно как он едет как он скачет и как иногда переворачиваться говоря перевернуться на асфальте у него меньше шансов чем вот реально в траве где он просто там начинает цепляться асфальт более такой скользкий для его колес получается и давай по всем листьям даже шлейф оставляет после себя от них честно говоря я думал его поведение будет хуже учитывая что амортизаторы такие не залитые но в принципе знаете так это вполне себе да и туда помчал и вниз нет шишки 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 всему виной а по повидали как отскакивает просто даже в гору заскочил там перескочил неплохо по бездорожью ездить на удивление для своего масштаба и мимо проносимся давайте связь проверим кстати говоря интересно я не знаю флсф есть то пофиг уедет не уедет вообще четко то есть он уже такой мелкий знаете там уже некомфортно рулить связь работает без проблем это круто да тоже бывают тачки у которых реально со связью проблемы здесь такого нет попробуем сделать пару прыжков это было смешно и еще разок погнали нелепо но все максимальный газ погнали я уже чувствую аккум подсел уже нет той мощи но ветку сносит без проблем о все давайте посмотрим насколько греется двигатель что маловероятно на улице 10 градусов всего да он вообще еле теплый для него это так знаете ли но при покупке естественно рекомендую сразу несколько аккумуляторов иметь либо покупать отдельно либо комплектацию брать с несколькими у меня их два поэтому могу гонять дальше может повернулось сразу а вы смотрите как просто летит просто мчит на всех парах ну да обычно как-то лучше электроника к этому относится сальтухи нет прыжки это не твоё до сто процентов а вот погонять по асфальту по пересеченочке вполне себе даже быстрее чем до этого ехал реально это штатный аккумулятор а вот до этого был не штатный но они абсолютно одинаковые просто один немного постарее но мчит реально как-то слишком быстро может даже больше болтини к ухты даже вели бар может быть нужен и на таком бездорожье вы смотрите реально где-то даже встает на дыбы но сложно в полный газ то есть я боюсь перевернуться что очень вероятно сделать здесь учитывая неровности поверхности плюс шишки валяются и некоторые корни торт и туда погнал ну зверюга зверюга да прям второе дыхание открылось у него мощь сила и мощь это про него таком масштабе очень неплохо и летит о нормально прыгнул весело блин откуда есть этот корней я не знаю я прям четко на него у него это тяга на них ну заодно проверим прочность автомобиля но кстати говоря пока ничего не сломалось то есть very good вообще норм нигде ничего не треснуло нигде ничего не отлетело такой прочный еще одна интересная поляночка просто неудержимый слушайте но реально на такой территории небольшой расходы лучше конечно убавить да потому что чуть-чуть при нажал газ и он просто рвет просто рвет и мечет вы видели вы это видели зверь зверь дорог и бездорожья он блин даже на скорости уже на дыбы встает реально не очень а штатная кум ого-го шишки просто вылетают из-под колес и листья просто разлетается в разные стороны невероятно я в шоке я в шоке от него и не ломается же даже понимаете газ пол постоянно держу ему без разницы там должны карданы по отлетать круто круто за свои то деньги я считаю вполне себе ну и мощный прыжок напоследок нормально даже можно еще один разогнаться помощнее ой четко прямо четко перед ним бампером который выдерживает все столкновения и так пока полностью еще не село солнце давайте замерим максимальную скорость на свеже заряженном аккумуляторе который штатный и супер экстра мощный ну что вперед явно не 45 как было и на том аккумуляторе явно больше ну давайте попробуем еще другую сторону проехать летит бодро я думаю даже 60 выдает сто процентов так пока мы едем сюда давайте посмотрим как подсветочка смотрится not bad да когда уже темнеет уже вообще здорово с подсветкой но красная не понимаю зачем они здесь поставили так как красно-оранжевая так ну ладно нас интересует скорость скорость тем временем у нас получается ну что кто угадал интересно 50 на взгляд конечно казалось больше ну 50 до 5 километров прибавил аккумулятор прям свежак заряженный но обещали 70 не вышло как выглядит ну неплохо и сзади у нас тоже напомню имеется красненькая яркая ну и на таком аккумуляторе прямо сразу на дыбах почти но очень мощно я говорю на этом аккумулятор прям вот рвет вообще легко видали видали что творится просто зверюга отходите в сторону это называется держитесь но на дыбах сложно ехать то есть вот удержать чтобы прям вот на дыбах не знаю нереально но реально этот автомобиль доставил мне удовольствие на удивление за свою то цену столько мощи в таком малыше класс ну что по итогу вполне себе неплохой такой short course получился мощный реально прям удовольствие катать но опять же я повторюсь то есть заменить амортизаторы и тачка поедет по-другому то есть небольшое вложение штатные вы не зальете ничего с ними не сделать это просто вот такие вот пружинки и все подобрать по размеру поставить и гонять наслаждаться вообще вполне себе за свою цену а ссылки на данный автомобиль внизу но опять же тот автомобиль который дальше вкладывать наверное не стоит что-то здесь менять улучшать то есть на нем погонять покатать а потом уже переходить на десятый масштаб по-другому никак рекомендую делать именно так так что друзья мои ссылочки внизу есть на него смотрите мои другие обзоры и сравнительные тесты и делайте правильный выбор тачек пока пока